Элизабет Тейлор надевала все свои бриллианты и принимала ванну. Так Дива поднимала себе настроение. Она помнила историю каждого украшения. Только обручальных колец было восемь. Куда бы взгляд мой не упал, сияет гранями кристалл. С третьим мужем, продюсером Майклом Тоддом, Элизабет познакомилась в субботу. С тех пор каждые выходные он дарил ей по украшению, чтобы было в чем готовить завтрак. Майк, Лиз, большое спасибо и поздравляю с ребенком. С ней шутки плохи, она кусается. Это точно. Майкл Тодд разбился через год после свадьбы. Если бы Майкл был жив, они бы никогда не расстались, была уверена Элизабет Тейлор. Хочу только одного – любить тебя. На съемки фильма «Клеопатра» Тейлор приехала с четвертым мужем, а уехала с пятым – Ричардом Бертоном. Лиз так любила алкоголика и грубьяна Бертона, что и в шестой раз вышла замуж за него же. Ты уверена в том, что это… что ты этого желаешь? Я всегда во всем уверена. Бертон подарил Элизабет украшений больше, чем все остальные мужья вместе взятые. Самый крупный бриллиант в мире – 70 карат – Ричард выкупил для Лиз за миллион сто тысяч долларов. Надо сделать маникюр. Лучше всего Тейлор играла не когда влюблялась, а когда разводилась. Я выходила замуж за негодяев, но когда они трепали мне нервы, на съемочной площадке я была гениальна, шутит актриса. В ее коллекции драгоценностей есть и Оскар. Благодарю вас от всего сердца. Впрочем, почти все украшения Элизабет успела продать, деньги передала детским больницам. А родилась Элизабет Тейлор, у которой было золотое сердце 86 лет назад.